Сегодня у нас в студии врач-невролог амбулатории Бутова Парк Иркин Шамсиев. Здравствуйте, Иркин Джамалединович. Добрый день, Дмитрий. Одно из самых серьезных заболеваний по вашему направлению – это инсульт. Сейчас лето, жаркое время. Эти факторы способствуют развитию этого негативного процесса. Расскажите, как можно себя обезопасить? Ну, скажем так, инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Это краткая формулировка. И на сегодняшний день имеется по классификации, скажем, два вида инсультов – это ищемические, геморрагические. И мои коллеги будут согласны, 80% инсультов – это ищемические, 20% – это геморрагические. И, конечно же, способствующий фон заболевания, можно сказать, инсультов – это, опять же, атеросклероз брахоцефальных артерий. Это гиперхолестеринемия, гиперлепидемия, ищемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, злостые курильщики, которые злоупотребляют никотином. И также возраст, потому что, скажем, 50 и выше – это уже он будет находиться в группе риска. У мужчин инсульты, скажем, чаще, чем у женщин, но летальный исход у женщин чаще, как практика показывает. Во-первых, как можно распознать это заболевание? И сколько времени необходимо, чтобы спасти человека? Ну, желательно, это первые часы, конечно, от 4 до 6 часов. Это называется терапевтическое окно, и реаниматологи со мной согласятся, когда они берут на тромболептическую терапию, на тромболизис. Но, к сожалению, больные к нам позже добираются. И первым делом это нужно делать томографию. Это или компьютерную, или магнитно-резонансную, потому что мы все-таки живем в 21 веке. И только компьютерная томография определяет тот или иной характер инсульта. Но люди со стажем, вот именно врачи, неврологи, терапевты, они должны еще распознавать дополнительно по клинической картине. Там в основном нарушается речь, слабость в конечностях появляется. И вот международная классификация здравоохранения предложила такую же колоду, FAST. Как я и сказал, это Face – лицо, Arms – рука, Speech – это речь, и Time – время. Потому что у инсультников в основном идет асимметрия лица, перекошенное лицо. Или, скажем, рука, когда мы просим поднять руки, одна рука в виде пореза или плеги может отставать. И речь нарушается, там, моторная афазия, сенсомоторная, семантическая и время. Конечно же, время – это самое драгоценное, что есть. И вот просьба всем, кто сталкивается с инсультом, начиная от соседей, заканчивая автомобилистами, чтобы помогали при транспортировке больного или уступали дорогу скорой, потому что время на исходе. И когда сделана долгожданная томография, больной переводится или в реанимационное отделение, или же в интенсивную палату в зависимости от тяжести. Скажите, пожалуйста, мы сейчас живем в условиях пандемии. Многие, пережившие инсульт, задумываются о том, чтобы сделать себе прививку от коронавируса. Есть ли противопоказания для этого? Если инсульт был грубый, с нарушением речи, с нарушением функций тазовых органов, с грубым гемипорезом и когнитивным дефицитом, конечно же, противопоказано, потому что иммунитет слабый и реабилитационный потенциал у больного слабый. И прививка, как бы, она может спровоцировать повторный инсульт. Здесь уже, конечно, консилиум по каждому пациенту можно даже собрать и терапевтом, и вирусологом. Но все инсультники, они имеют сопутствующие заболеваниями. А с какими неврологическими заболеваниями можно делать прививки? Ну, можно с остеохондрозом, с невритами, с неврологиями. Они не являются противопоказанием. И остеохондроз, артроз, протрузия, грыжи, заболевания периферической нервной системы, она не дает такие серьезные последствия по коронавирусной инфекции. В основном, конечно же, кроме инсультов, есть еще ряд других, сопутствующих заболеваний, как онкология, беременность, пубертатный период, скажем, это все является противопоказанием для прививок. Но совершеннолетний человек, который не страдает никакими хроническими заболеваниями, он может прийти и привиться, потому что это нужно сделать. И если это игнорировать, рано или поздно можно столкнуться с этой патологией, с этой пандемией. Большое спасибо за то, что нашли время и дали нам эту полезную информацию. Напомню, что у нас в гостях был врач-невролог амбулатории Бутова-парк Иркин Шамсиев.